Традиционная областная спартакиада среди подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, прошла во дворце спорта «Динамо». Продемонстрировать силу, ловкость и азарт на масштабные состязания приехали команды из всех районов области. Кому-то покажется, что настольный футбол – скучная игра, но это только на первый взгляд. Начни двигать пластмассовые фигурки футболистов и сам не заметишь, как тебя целиком поглотит эта игра. Или сразись в морском бою, представив себя за штурвалом настоящего корабля. Участники говорят, что без воображения здесь не обойтись. А вот казалось бы, что сложного в такой детской игре, как скакалка – прыгай себе да прыгай. Но стоит потерять концентрацию – и все пропало. В каждой команде по три участника, но хотя упражнение выполняет один, ответственность на нем лежит за всю команду. Ведь команда защищает честь района. Соревнования проводятся уже в 12-й раз, но эта спартакиада отличается от всех предыдущих. Ежегодная спартакиада среди несовершеннолетних впервые проводится во дворце спорта «Динамо». В этом году соревнования собрали рекордное количество участников – 33 команды из 33 районов области. И если в прошлом году на спартакиаду приехало 48 участников, то на этот раз почти сотня. Мы поставили перед собой цель однозначно – привлечь как можно ребят несовершеннолетних. Мы все хорошо понимаем, что они непростые ребята, ребята из трудных семей. Я думаю, даже вот это сотни ребят, немалые сотни, которых мы отвлекли на один день от улицы, от семьи. Они соревнуются, они, наверное, интересы между друг другом поговорить, станут для них значимым, наверное, в своей жизни. Морской бой, дартский гельбан, настольный футбол, правовая викторина – 9 конкурсов, 99 участников. А сколько новых ощущений они получили? Эмоции зашкаливают, все очень нравится. Соревнования тяжелые. Самые тяжелые – это канаты и пробивание пенальти. Соперники достойного уважения, будем бороться за первые места. Спартакиада, как и любые спортивные соревнования, – дополнительный стимул для ребят, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Они регулярно участвуют в различных соревнованиях районного и областного масштаба. Например, команда Выгонического района за последние два года становилась призером районных состязаний. Гордимся нашими мальчиками, помогаем их, вытягиваем. Стараемся, чтобы в будущем у них жизнь сложилась в позитивном русле. Поэтому стараемся их прививать к позитиву, к спорту. Я принимаю каждый год участие в этих соревнованиях, отношусь к этому очень серьезно. Каждый год. В принципе, с друзьями я начинаю лучше общаться, и новых друзей я еще. По накалу борьбы спартакиада ничуть не уступала серьезным взрослым соревнованиям, а ребята показали настоящий бойцовый характер. Готовы перетянуть задачу на эту белую линию. Начали. Практика показывает, что подобные спортивные турниры необходимы, ведь часто именно из таких, так называемых, трудных ребят вырастают именитые спортсмены. Кристина Костюченко, Артемий Наумов, телеканал РНТВ Брянск.